И всем привет, друзья! Снова я, Зайны, в этом видео расскажу про всё то, что успело выйти на тесте с момента моего предыдущего видеоролика, а также покажу геймплей Робобир Челленджа и всех новых мобов. Также тут будут сообщения о нэто насчёт его новой игры, дигитал пчелы, паков и многого другого, поэтому ставь лайк, подписывайся, но я буду начинать. Вчера, когда нам открыли заново тест-сервер, у Робобир Медведя обновилась моделька, она стала более красивой, вот вы видите на экране, а также появились норм-статы у дисков. Они все идентичны в своих статах, то есть у синего это 25% на блюполинг, капасити на блюполях и плюс одна синяя биатака. У красных логически всё такое же, только с красным, а у белых всё такое же, только с белым. Если уже начали с дисков, то хочу сказать про то, что он хочет сделать замену квестов и возможно это будет реализовано гличе диском, вот вы видите его сообщение про это на экране. Так как мы обсудили диски, нельзя не затронуть новые и эмбалансные награды в Робобир Челленджи, вот одна из них, мне его предоставил Банка Киллерс. Награды слишком крутые, я думаю это всё поменяется с этого момента, как это выйдет на основной сервер, потому что, поимнаю, это тест, а также у нас есть слив нового Суприм Кок Амулета. У него очень крутые статы, но есть одно но. Так что тут выбили только одну новую стату, это Event Be Ability Poland, вот вы видите её на экране, а также и существует человек, который дошёл до 24 раунда. И вот уточнение, даже прошёл его, потому что сейчас он на 25 и там очень тупой квест. Вот какой там выбор квестов, видите это на экране, это фактически невозможно сделать, потому что там надо за 5 минут на тесте, да, на обычном, я не знаю как это делать, я надеюсь он и требаланснет. Если говорить уже насчёт ребаланса, сегодня мы услышали мнение Онэта насчёт Синий, он сказал, что Синий практически этот челлендж будет невозможен, как я уже говорил, и он попытается это исправить. Но также он понимает, что Синий очень лимбовый из-за своего макро и попробует это пофиксить с помощью нового эндгейм сета, который выйдет во второй части бисмоса. И да, вы всё правильно поняли, в прошлом видео я немного горчился, что нету ноль вообще инфы про эндгейм сет, и вот вчера Онэт подтвердил, что эндгейм рюкзачки будут во второй части бисмоса. Также мы теперь сможем хранить всего 5 глича дисков, точнее это вообще бы раньше нельзя было хранить, но сейчас вот их можно будет хранить 5 штучек. Также Онэт подтвердил, что у робобир-медведя будут свои квесты, помимо тех, что будут на бисмосе, то есть ждём квесты робобира на бисмосе. И ребят, если вы хотите видеть эти новости, как можно чаще, а не раз в день от меня, то заходите в мой дискорд сервер, я там лично всё пишу, и даже иногда быстрее, чем в ССС Ликсы. Вот одно из тех, что я быстрее пишу, это квесты даппера. Да, активно все проходят квесты даппера на тесте, и пока что известно про 5 штук на момент записи видео, и сейчас я вам про них расскажу. Хотя, я думаю, если я буду рассказать про каждый квест, это будет очень долго, поэтому вот, держите вам все квесты на экране, а теперь держите все награды квестов, ну и не будет понятного награды за 5 квеста, потому что он ещё делается на момент снятия видео. Я хочу подметить, что какой-то странный 5 квест, он уже немного плюс-минус нелёгкий, а он где-то средний, и мне уже страшно, что будет на 20 квесте, неужели мифик на определённом поле? А также он дал нам наконец-то послушать звук Digitas Challenge, ну, точнее, он был там, но сейчас я вам включу его на секундочек 10. Мне лично эта композиция очень зашла, но я думаю, она будет надоедать, если вы будете играть по много челленджей в день. Кстати, в прошлом видео у меня вообще вылетело насчёт робопаса, вот вы его видите на экране, потому что я забыл туда вставить, а также он и сказал, что его будет трудно выбить, так же, как и антпас. А теперь инфа про Digital Pchel, потому что мы уже точно знаем со сникпиков, он это что она будет на бисмосе. Ребят, извиняйте, что так много иногда туплю, потому что немного приболел и сейчас стараюсь выздороветь, но всё равно записываю для вас новые новости, как и обещал. Вот, он сказал, что Digital Pchel будет даже более эндгейм-пчелой, чем Винди Би, и получается, она будет самой тяжёлой в получении, то есть для неё вам, как минимум, нужен будет алмазный кок-амулет, вот эта шестерёночка. Также Винди Пчелу можно будет прокачивать дисками, то есть, в принципе, в чём-то мы с биквипами с вами были правы. Но она очень тяжело получается, но минус в том, что он искал, что она будет в паке, но единственный плюс в том, что пак будет, возможно, один из самых дорогих в игре. Потому что вот видите статистику всех паков от BSS Leaks, и вот видите сообщение одновременно Onet, который написал, что эти паки будут с Digital Pchel дороже, чем все прошлые с пчёлами. Также Onet наконец-то добавил на тест апгрейд вашей биквип вот этого сундучка, который стоит на спавне, и пока что там вроде бы как максимум 100 слотов. Также удалось узнать, что максимальный стак максито вот этого москита дебафа, извиняйте, опять же, что путаю просто температуру и стараюсь всё-таки что-то записать. Так вот, его максимальный дебаф, который стакается, это X10, вот видите на экране, а также вы видите наши колбочки с нектарами. В принципе, как многие думали, они будут выдаваться за квесты даппера медведя, как подтвердил Onet, и они будут давать по 4 часа своего определённого нектара. Ну и хранятся в количестве 6 штук. Ну, а кстати, если говорить про количество, то Onet также уменьшит количество возможностей охранения некоторых плантеров, что мне откровенно не понравилось. Приотикет плантера теперь можно хранить всего в количестве 10 штук, раньше 50, пейпер в количестве 25, раньше 100. А также, я надеюсь, вы не забыли про комнатку Урали и Пчелы, теперь она не от 250 квестов, а от 100 квестов на тесте. Но помните, что это всё тест, это всё ещё может поменяться, а также может поменяться, например, мнение Onet, что он выложил на тест опять данный геймпасс, который давно есть в игре, это X2 тикет шанс, а потом опять написал, что его не будет в основной игре. Но может это и хорошо. Также Onet ответил насчёт, будут ли новые ячейки для ваша уля, и его ответ нет, потому что это будет очень нагружать игру, а если будут, то это придётся переделывать игру с нуля. Если говорить про новую игру, то у Onet есть идея создать свою отдельную игру для одного игрока, то есть вы будете сами в ней играть и выложить что-то подобное в стиме, поэтому ждём. И также теперь у верлигов на тесте, опять же на тесте, возможно, на основном этого не будет, короче, у них был когда 5 минут, стал 3. А теперь насчёт робот-челленджа и всех мобов, я надеюсь, все обрадуются, вот он уже у вас включился на экране, но тут есть одна проблемка. Человек, участник моего дискорда, мой подписчик, спасибо ему, который это записал, у него всё плавно и хорошо, но сколько раз бы я не перескачал на своё устройство, у меня почему-то оно лагает. Но я надеюсь, это не помешает вашему понятию вообще, как в это играть, потому что сейчас я попробую это всё простенько объяснить. Суть данного челленджа в том, что вы вначале выбираете 3 пчелы со своего уля и выбираете себе баф, также там есть баф очень крутой, x2 blue pollen. Если мы вспомним все квесты, то он практически вам не поможет, так вот вы выбираете 3 пчелы и после этого вам говорит на какое поле, после того, как вы берете квест идти и нафармить за 5 минут данную пыльцу. После того, как вы выполните квест, вы идёте сдавать ему, но вы можете сразу не стартовать второй раунд, пробафаться, пойти купить диски, чтобы у вас был больше баф, потому что диски работают только в робо-бир челленджа и пойти выполнять уже следующий раунд. В втором раунде вы можете взять ещё так 2 пчелы и, например, на 24 стадии у вас их уже будет 49. Вот так вы выполняете квесты понемногу и так доходится до того, пока к вам не начнут рандомно нападать мобы. То есть это москит, пылесос и ещё какая-то фигня, которую я даже не видел, потому что она, походу, самая редкая. Мне сколько не кидали, я её так и не увидел. Эти мобы логически отвлекают пчёл на себя и из-за этого вам получается хуже копать. Опять же, извините, что путаются мысли. Короче, и получается, москит сам по себе по вам ещё стреляет и даёт данный дебаф, но от него легко мансить. Насчёт этого пылесоса или улитки, он просто ползает по полю и наносит вам урон, а также отвлекает ваших пчёл. А насчёт третьего, ребята, сори, я ещё не в курсе. Если к следующему видеоролику по сникпикам, а он будет тогда, когда наберётся опять новая информация, опять где-то так на 8-9 минут или на 7, то я обязательно про него расскажу. Если вы хотите видеть информацию быстрее, чем другие, то заходите в мой дискорд сервер, опять же, потому что там я всё быстрее почу. А с вами был я, Зэн, ребята, на этом будем заканчивать. Всем удачи и всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok